Вечер накануне Ивана Купала Это был рассказ, найдя очком Эннской церкви За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность Он до смерти не любил пересказывать одно и то же Бывало, иногда если упрощишь его рассказать, что сызного То смотри, что-нибудь да вкинет новое Или переначит так, что узнать нельзя Раз один из тех господ Нам простым людям мудрено и не назвать их Писать они, не писать А вот то самое, что барышники на наших ярмарках Нахватают, напросят, накрадут всякой всячины Ды выпускают книжки не толще букваря Каждый месяц или неделю Один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю А он вовсе и позабыл о ней Только приезжает из Полтавы тот самый Панич в гороховом кафтане Про которого говорил я и которого одну повесть, вы, думаю, уже прочли Привозит с собой небольшую книжку и, развернувшую посередине, показывает нам Фома Григорьевич готов был уже оседлать нос своими очками Но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском Передал мне Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков Принялся читать Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку Постойте Наперед скажите мне, что это вы читаете? Признаюсь, я немножко пришел в тупик от такого вопроса Как, что читаю, Фома Григорьевич, вашу быль, ваши собственные слова Кто вам сказал, что это мои слова? Да чего лучше, тут и написанное, рассказанное таким-то дичком Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал Бреша, сучий москаль Так ли я говорил, что-то уже як у кого-то черт маклепке в голове Слушайте, я вам скажу ее сейчас Мы придвинулись к столу И он начал Дед мой, царство ему небесное, чтобы ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные Домоковники в меду Умел чудно рассказывать Бывало, поведет речь Целый день не подвинулся бы с места и все бы слушал Уж не чета какого-нибудь нынешнего балагуру Который как начнет москаля весть Да еще языком таким, будто ему три дня есть не давали То хоть берись за шапку, да и с хаты Как теперь помню, покойная старуха, мать моя, была еще жива Как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз И замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты Сидела она перед гребнем, выводя рукой длинную нитку Колыша ногой люльку и напевая песню, которую будто и теперь слышится мне Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугающего, светил нам в хате Веретено жужжало, и мы все дети, собравшись кучу, слушали деда Не слежавшего от старости более пяти лет со своей печи Но недивные речи по давнюю старину Про наезды запорожцев, про лягов Про молодецкие дела подковы, полтора кожуха и согайдачного Не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело От которых всегда дрожь проходила по телу И волосы ерошились на голове Иной раз страх бывало такой заберет от них Что все с вечера показывается бог знает каким чудищем Случится ночью, выйдешь за чем-нибудь из хаты Вот так и думаешь, что на постели твоей уклался спать Выходит с того света И чтоб мне не довелось рассказывать этому в другой раз Если не принимал, часто ездили собственную положенную в головах свитку За свернувшегося дьявола Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал И что бывало не скажет, то именно так и было Одну из его чудных историй перескажу теперь вам Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам И читающих даже гражданскую грамоту Которые, если дать им в руки простой часа слов, разобрали в нем не азам А показывать на позор свои зубы есть умение Им все, что не расскажешь, в смех Этакое неверие разошлось по свету Да чего вот, не люби бог меня, причистая дева Вы, может, даже не поверите Раз как-то заикнулся про ведьм Что ж, нашелся сорви голова, ведьмам не верит Да слава богу, вот сколько я живу уже на свете Видел таких иноверцев, которым провозить попа в решете было легче, нежели нашему брату понюхать табаку А и те открещивались от ведьм Но, приснись им, не хочется даже выговаривать, что такое Нечего и толковать об них Лет куды более чем заста, говорил покойник дед мой, нашего села И не узнал бы никто Хутор, самый бедный хутор Избенок десять Не обмазанных, не укрытых Торчало то там, то сям, посреди поля Ни плетня, ни сарая порядочного Где бы поставить скотину или воз Это ж еще богачи так жили А посмотрели бы на нашу братью, на голь Вырытая в земле яма Вот вам и хата Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек божий Вы спросите, отчего жили так? Бедность, не бедность Потому что тогда казаковал почти всякой И набирал в чужих землях немало добра А больше от того, что незачем было заводиться порядочной хатой Какого народу тогда не шаталось по всем местам? Крымцы, ляхи, литвинство Бывало то, что и свои наедут кучу, и обдирают своих же Всяко бывало В этом-то хуторе оказывался часто человек Или лучше дьявол в человеческом образе Откуда он, зачем приходил, никто не знал Гуляет, пьянствует, и вдруг пропадет, как в воду И слуха нет Там, глядь, снова будто с неба упал Рыскает по улицам села Которого теперь следа нету И которое было, может, не дальше ста шагов от деканки Понаберет встречных казаков Хохот, песни, деньги сыплются Водка, как вода Пристанет, бывало, красным девушкам Надарит лент, серег, манист Девать некуда Правда, что красные девушки призадумывались, понимая подарки Бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок По нынешней опашнянской дороге В котором часто разгузничал басабрюк Так называли этого бесовского человека Именно говорила, что ни за какие благополучия в свете Не согласилась бы принять от него подарков Опять как же и не взять Всякого проберет страх Когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови И пустит из-под логи такой взгляд Что, кажется, унюс бы ноги бог знает куда А возьмешь, так на другую же ночи И тащится в гости какой-нибудь приятель из болота С рогами на голове И давай душить за шею Когда на шее маниста кусать за палец Когда на нем перстень Или тянуть за косу Когда вплетена в нее лента Бог с ними тогда с этими подарками Ну вот беда И отвязаться нельзя Бросишь в воду Плывет чертовски перстень или маниста Поверх воды Их тебе же в руки В селе была церковь Чуть ли еще, как вспомню, не святого Пантелея Жил тогда при ней ерей Блаженной памяти отец Афанасий Заметив, что басаврюк и на светлое воскресенье Не бывал в церкви Задумал было пожурить его Наложить церковное покаяние Куды На силу ноги унес Слушай по ночи Загремел он ему в ответ Лайз, лучше знай свое дело Чем мешаться в чужие Если не хочешь, чтобы козлиное горло твое Было залеплено горячей кутьею Что делать с закаянным? Отец Афанасий объявил только Что всякого, кто спознается с басаврюком Станет считать за католика Врага Христовой Церкви И всего человеческого рода В том селе Был у одного казака Прозвищем Коржа Работник Которого люди звали Петром Безродным Может от того, что никто не помнил Ни отца его, ни матери Староц-то церкви Правда говорил Что они на другой же год Померли от чумы Но тетка моего деда Знать этого не хотела И всеми силами Старалась наделить его родней Хотя бедному Петру Было в ней столько нужды Сколько нам в прошлогоднем снеге Она говорила, что отец его И теперь на Запорожье Был в плену турок Натерпелся мук, бог знает каких И каким-то чудом Переодевшись евнухом Дал тягу Чернобровым девчатам И молодецам Мало было нужды Да родни его Они говорили только Что если бы одеть его В новый жупан Затянуть красным поясом Надеть на голову шапку Из черных смушек С щегольским синим венихом Привесить к боку Турецкую саблю Дать в одну руку Малаха и в другую Люльку в красивой оправе То заткнул бы он За пояс всех Парубков тогдашних Но то беда Что у бедного Петруся Всего-навсего Была одна серая свитка В которой было больше дыр Чем у иного жида В кармане злотых И это была бы еще Небольшая беда Вот беда У старого коржа Была дочка Красавица Какую, я думаю, вряд ли Доставалось вам видовать Тетка покойного деда Рассказывала А женщине Сами знаете Легче прителоваться С чертом Не в огне будет сказано Нежели назвать Кого красавицу Что полненькие щеки Казачьи Были свежи и ярки Как маг Самого тонкого розового цвета Когда умывшись Божию рассуду Горит он Расправляет листики И охорашивается Перед только что Поднявшимся солнышком Что брови Словно черные шнурочки Какие покупают Теперь для крестов И дукатов Девушка наша У проходящих по селам С коробками москалей Ровно нагнувшись Как будто Нагляделись В ясные очи Что ротик На который, глядя Облизывалась Тогдашняя молодежь Кажись, на то и создан был Чтобы выводить Соловьиные песни Что волосы Черные Как крылья ворна И мягкие Как молодой лен Тогда еще Девушки наши Не заплетали их Дребушки Перевевая Красивыми Ярких цветов Синдячками Падали Курчавыми Кудрями Нашитый Золотом Кунтуш Эх, не доведи Господь Возглашать Мне больше Накрылась Аллилуйя Если бы Вот тут же Не расцеловал ее Несмотря на то Что сеть Пробирается По всему Старому лесу Покрывающего Мою макушку И по бокам Моя старуха Как бельмо В глазу Ну Если где Парабок И девка Живут Близко Один от другого Сами знаете Что выходит Бывало Ни свет Ни заря Подковы Красных сапогов И приметно На том месте Где раздобаривала Пидорка Со своим Петруссю Но все бы Коржу И в ум Не пришло Что-нибудь Недоброе Да раз Но это уже Видно Что никто другой Как лукавый Дернулась Вздумалась Петруссю Не обсмотревшись Хорошенько В синях Влепить Поцелуй Как говорят О всей души В розовые Губки Казачки И тот же Самый лукавый Чтобы ему Собачьему сыну Приснился Крест святой Настроил Сдуру Старого хрена Отворить Дверь Каты Одеревенел Корж Разинул Рот И ухватясь Рукою За двери Проклятый Поцелуй Казалось Оглушил Его Совершенно Ему Почудился Он Громче У отца Сердце Некаменное Помесивши На гайку Настину Бывел Он его Потихоньку Из хаты Так что Петрусь Не взвидя Земли Полетел Стремглав Вот тебе И доцеловались Взяла Кручина Наших Голубков А тут И слух По селу Что К ржу Повадился Ходить Какой-то Лях Обшитый Золотом С усами Саблей Шпорами С карманами Бринчавшими Как звонок От мешочка С которым Пономарь Наш Тарас Отправляется Каждый день По церкви Ну Известно Зачем Ходят к отцу Когда у него Уводится Чернобровая Дочка Вот Один раз Пидорка Схватила Заливая Слезами На руки Ивася С моего Ивасю Мой милый Ивасю Мой любый Беги К Петрусю Мое Золотое Дитя Как стрела Из лука Расскажи Ему Все Любил Об его Кори Очи Целовал Об его Белое Личико Да не велит Судьба Моя Ни один Рушник Вымочила Горючими Слезами Тошно Мне Тяжело На сердце И родной Отец Враг Мне Не волит Идти За нелюбого Ляха Скажи Ему Что и Свадьбу Готовит Только Не будет Музыки На нашей Свадьбе Будут Дьяки Петь Вместо Копс И Сапилок И не пойду я танцевать с женихом своим Понесут меня Темная Темная Будет Моя хата Из кленового дерева И вместо трубы Крест Будет стоять На крыше Как будто Окаменев Не сдвинувшись С места Слушал Петро Когда невинное Дитя Лепитало Ему Пидоркины Речи А я Думал Несчастный Идти В Крым И Туреччин Навуевать Золото И с добром Приехать К тебе Моя красавица Да Не быть Тому Недобрый Глаз Поглядел На нас Будет Жи Моя Дорогая Рыбка Будет У меня Свадьба Только И Дьяков Не будет На той Свадьбе Ворон Черный Прокрячет Вместо Попа Надо Мною Гладкое Поле Будет Моя Хата Сизая Туча Моя Крыша Орел Выклюет Мои Карие Очи Вымоют Дожди Казацкие Косточки И вихрь Высушит Их Но Что Я На Кого Кому Жаловаться Так Уже Видно Бог Пропадать Да Прямехонько И Побрел Вшенок Тетка Покойного Деда Немного Изумилась Увидевшей Петруся Вшенке Да еще В такую Пору Когда Добрый Человек Идет К заутренней И выпучила На него Глаза Как будто Спросонья Когда Подревала Кухоль Сивухи Мало Неспол Ведра Только Напрасно Думал Бедняжка Залить Своё Горе Водка Щипала Его За язык Словно Крапива И казалось Ему Горше Полыни Кинул От себя Кухоль На землю Полно Горевать Тебе Казак Загремело Что-то Басом Над ним Оглянулся Басоврюк Ну Какая Образина Волосы Щетина Очи Как Убала Знаю Чего Не достает Тебе Вот Чего Тут Брякнул он В бесовской Усмешкою Кожаном Висевшим В него Возле Пояса Кошельком Взругнул Петро Гегеда Как Грит Заревел Он Пересыпая На руку Червонцы Гегеда Как Звенит А Веде И дело Только Одного Потребую За целую Гору Таких Цацик Дьявол Закричал Петро Давай Его На все Готов Хлопнули По рукам Смотри Петро Ты Поспел Как раз Пору Завтра Ивана Купала Одну Только Эту Ночь Году И Цветет Папортник Не Прозевай Я Тебя Буду Ждать О Полночи В Медвежьем Обраке Я Думаю Куры Так Не Дожидаются Той Поры Когда Баба Вынесет Хлебных Зерен Как Дожидался Петрусь Вечера То И Дело Что Смотрел Не Становится Летень От Дерева Длиннее Не Румянец Или Понизившееся Солнышко И Что Далее Тем Нетерпеливее Э Кое Долгота Видно День Божий Потерял Где-нибудь Конец Свой Вот Уже И Солнца Нет Небо Только Краснеет На Одной Стороне И Оно Уже Тускнеет В поле Становится Холодней Примеркает Примеркает И Смерклось На Силу Сердцем Каждому Шагу Вот Ровное Место Огляделся Петров Никогда Еще не Случалось Ему Ходить Сюда Тут Остановился И Басоврюк Видишь Ты Стоят Перед Тобою Три Пригорка Много Будет На них Цветов Разных Но Сохрани Тебя Нездешняя Сила Вырвать Хоть Один Только Зацветет Папоротник Хватай Его И Не Оглядывайся Чтобы Поза Тебя Не Чудилось Петро Хотел Было Спросить Глядь И Нет Уже Его Подошел К Трем Пригоркам Где Же Цветы Ничего Не Видать Дикий Бурьян Чернел Кругом И Глушил Все Своей Густотою Но Вот Блеснула На небе Зарница И Перед Ним Показалась Целая Гряда Цветов Все Чудных Все Невиданных Тут же И Простые Листья Папоротника Поусомнился Петро И В раздуме Стал Перед Ними Подпершись Обеими Руками В боки Что Тут За Невидальщина Десять Раз на Случается Видеть Это Зелие Какое Что Это Диво Не Вздумывал Ли Дьявольской Роже Посмеяться Глядь Краснеет Маленькая Цветочная Почка И Как Будто Живая Движется В самом Деле Чудно Движется И Становится Все Больше Больше И Краснеет Как Горячий Уголь Вспыхнула Звездочка Что Тихо Затрещало И Цветок Развернулся Перед Его Очами Словно Пламя Осветив И Другие Около Себя Теперь Пора Подумал Петро И Протянул Руку Смотрит Тянутся Из-за Него Сотни Мохнатых Рук Так же К Цветку А Позади Его Что-то Перебегает С места На Место Зажмурив Глаза Дернул Он За Стебелек И Цветок Остался В Его Руках Все Утихло На Пне Показался Сидящим Басаврюк Весь Синий Как Мертвец Хоть бы Пошевелился Одним Пальцем Очень Недвижно Уставленный На что-то Видимо Ему Одному Только Рот Вполовину Разинут И Не Ответа Вокруг Не Швахнет Ох Страшно Но Вот Послышался Свист От Которого Захолонуло У Петра Внутри И Почудилось Ему Будто Трава Зашумела Цветы Начали Между Собой Разговаривать Голосом Тоненьким Будто Серебряные Колокольчики Деревья Загремели Сыпучей Бранью Лицо Басаврюка Друкожило Очи Сверкнули На Силу Воротилась Яга Проворчал Он Сквозь Зубы Гляди Петро Станет Перед тобой Сейчас Красавица Делай Все Что Не Прикажет Не То Пропал Навеки Тут Разделил Суковатую Палку Куст Терновника И Перед Ними Показалась Избушка Как Говорится На Куйих Ножках Басаврюк Ударил Кулаком И Стена Зашаталась Большая Черная Собака Выбежала Навстречу И Свизгом Оборотившись В кошку Кинулась Глаза Им Не Бесись Не Бесись Старая Чертовка Проговорил Басаврюк Приправив Таким Словцом Что Добрый Человек И уши Безоткнул Глядь Изо 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 Пена Пена Показалась На Губах Бросай Сказала Она Отдавая Цветок Ему Петро Подбросил И Что За Чудо Цветок Не Упал Прямо Но Долго Казался Огненным Шариком Посреди Мрака И Словно Лодка Плавал По Воздуху Наконец Потихоньку Начал Спускаться Ниже И Упал Так Далеко Что Едва Приметна Была Звездочка Не Больше Макового Зерна Здесь Глухо Прохлепела Старуха А Босоврюк Подавая Ему Заступ Примолвил Копай Здесь Петро Тут Увидишь Ты Столько Золота Сколько Ни Тебе Ни Коржу Не Снилось Петро Поплевав Руки Схватил Заступ Надавил Ногою И Выворот Землю Другой Втретий Еще Раз Что-то Твердое Заступ Звенит И Идет Далее Тут Глаза Его Ясно Начали Различать Небольшой Окованный Железом Сундук Уже Хотел Он Было Достать Его Рукою Но Сундук Стал Уходить В землю И Все Чем Дальше Тем Глубже 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 А Позади Его Слышался Хохот Более Схожий С Нет Не Видать Тебе Золото Пока Мест Не Достанешь Крови Человеческой Сказала Ведьма И Подвела К нему Дитя Лет Шести Накрытое Белого Перстынею Показывая Знаком Чтобы Он Отсек Ему Голову Остолбенел Петро Малость Отрезать Ни за Что Ни Про Что Человеку Голову Да Еще И Безвинному Ребенку В сердцах Сдернул Он Простыню Накрывавшую Его голову И что Ж Перед ним Стоял И Вась И Ручонки Сложила Бедное Дитя Накрест И Головку Повесила Как Бешеный Подскочил С ножом К медвей Петро И уже Занес Был руку А что Заобещал За девушку Грянул Безоврюк И словно Пулю Всадил Ему В спину Ведьма Топнула Ногою Синее Пламя Выхватилось Из земли Середина Ее Вся Светилась И стала Как будто Из хрусталя Вылета И все Что Не было Под землею Сделалось Видимо Как на ладони Червонцы Дорогие Камни В сундуках Котлах Грудами Было Навалено Под тем Самым Местом Где они Стояли Глаза Его Загорелись Он Помутился Как Безумный Ухватился Он За нож И Бесвинная Кровь Брызнула Ему В очи Дьявольский Хохот Загремел Со всех Сторон Безобразные Чудища Стаями Сказали Перед Ним Ведьма Вцепившись Пила Из него Кровь Все Пошло Кругом В голове Его Собравший Все Силы Бросился Бежать Он Все Покрылось Перед Ним Красным Цветом Деревья Все В крови Казалось Горели И стонали Небо Раскалившись Дрожало Огненные Пятна Что Молнии Мерещились В его Глазах Выбившийся С сил Бежал Он Свою Лачушку И Как Сноп Повалился На землю Мертвый Сон Охватил Его Два Дни И две Ночи Спал Петро Беспросып Очнувшись На третий День Долго Осматривал Он Углы Своей Хаты Но Напрасно Старался Что-нибудь Припомнить Память Его Была Как Карман Старого Скряги Из которого Полушки Не Выманишь Потянувшись Немного Услышал Он Что В ногах Бряк Было Смотрит Два Мешка С Золотом Тут Только Будто Сквозь Сон Вспомнил Он Что Искал Какого-то Клада Что Было Ему Одному Страшно В лесу Но За Какую Цену Как Достался Он Этого Никаким Образом Не Мог Понять Увидел Корж Мешки И Разнежился Секой Такой Петрусь Немазанный Да я Ли Не Любил Его Да Не Был Ли Он У Меня Как Сын Родной И Понес Хрыч Небывальщину Так Так Что До До Слез Разобрала Пидорка Стала Рассказывать Ему Как Проходившие Мимо Цыгане Украли И Вося Но Петру Не Мог Даже Вспомнить Лица Его Так Обморочила Проклятая Бесобщина Мешкать Было Незачем Поляки Дали Под нос Дулю Да И Зварили Свадьбу Напрягли Шишек Нашили Рушников И Хусток Выкатили Бочку Горелки Посадили За стол Молодых Разрезали Каравай Бряхнули Бандуры Цимбалы Сопилки Кобзы И Пошла Потеха В старину Свадьба Водилась Не в сравнение С нашей Тетка Моего Деда Бывала Расскажет Люли Только Как Девчата В нарядном Головном Уборе Из Желтых Синих Розовых Стричек Наверх Которых Навязывали Золотой Голун В тонких Рубашках Вышитых По всему Шву Красным Шелком И Унизанных Мелким Серебряными Цветочками В Сафьяновых Сапогах На Высоких Железных Подковах Плавно Словно Павые Шумом Что Вихрь Скакали В горлице Как Молодцы С корабликом На голове Которого Верег Сделан Был Весь Из Сута Золотой Парчи С небольшим Вырезом На Золотой Откуда Выглядывал Золотой Очипок С двумя Выдававшимися Один Вперед Другой Назад Рожками Самого Мелкого Черного Смушка В синих Из лучшего Платобенку С красными Клапанами Кантуша Важно Подбоченившись Выступали Поодиночке И мерно Выбивали Гопака Как Парубки В высоких Казацких Шапках В тонких Суконах Свитках Затянутых Шитым Серебром Поясами С люльками В зубах Рассыпались Перед ними Мелким Бесом И Подпускали Турусы Сам Корш Не утерпел Глядя на Молодых Чтоб Не тряхнуть Стариною Сбандурую В руках Потягивая Люльку И вместе Припевая С чаркою На голове Опустился Старичина При громком Крике Гуляк В присядку Чего Не выдумают На веселее Начнут Бывало Наряжаться В харе Боже Ты мой На человека Не похоже Уж Не чета Нынешним Переодеванием Ше бывает На свадьбах Наших Что теперь Только что Корчат Цыганок Да москалей Нет Вот Бывало Один Оденется Жидом А другой Чертом Начнут Сперва Целоваться А после Ухватятся За чубы Бог С вами Смех Нападает Такой Что За живот Держишься Пооденутся В турецкие Татарские Платья Все горит На них Как жар А как Начнут Дуреть Да строить Штуки Ну Тогда Хоть Святых Выноси С теткой Покойного Деда Которая Сама Была На этой Свадьбе Случилась Забавная История Была Она Одета Тогда В татарское Широкое Платье И с чаркою В руках Угощало Собрание Вот Одного Дернул Лукавый Акатить Ее Сзади Водкою Другой Тоже Видимо Не Помах Высек В ту же Минуту Огня И Поджег Пламя Вспыхнуло Бедная Тетка Перепугавшись Давай Сбрасывай С себя При всех Платье Шум Хохот Яролаж Поднялся Как на ярмарке Словом Старики Не запомнили Никогда Еще Такой Веселой Свадьбе Начали Жить Пидорка И Петрусь Словно Пан С панью Всего Вдоль Все Блесит Однако Жи Добрые Люди Качались Слегка Головами Глядя На Житье От Черта Не Будет Добра Поговаривали Все В один Голос Откуда Как Не От Искусителя Люда Православного Пришло К нему Богатство Где Ему Было Взять Такую Кучу Золота Отчего Вдруг В самый Тот День Когда Разбогател Он Басаврюк Пропал Как В воду Говорите Что Люди Выдумывают Ведь В самом Деле Не Прошло Месяца Петруся Никто Узнать Не Мог Отчего Что С ним Сделалось Бог Знает Сидит На Одном Месте И Хоть Бо Слово И Как Будто Бо Хочет Что То Припомнить Когда Пидорке Удастся Заставить Его О чем Немного Заговорить Как Будто И Забудется И Поведет Речи И Развеселится Даже Но Ненароком Посмотрит На Мешки Постой Постой Позабыл Кричит И Снова Задолвывается И Снова Селится Что То Вспомнить Иной Раз Когда Долго Сидит На Одном Месте Чудится Ему Что Вот Вот Все Сызного Приходит На Ум И Опять Все Ушло Кажется Сидит В шинке Несут Ему Водку Жет Его Водка Противная Ему Водка Кто Подходит Бьет По Плечу Его Но Далее Все Как Будто Туманом Покрывается Перед Ним Под Крадом Валит По Лицу Его И Он Вознеможение Садится На Своем Место Чего Не Делала Пидорка И Совещалась Знахарями И Переполох Выливали И Саняшницу Заваривали Ничто Не Помогало Так Прошло И Лето Много Казаков Обкосились И Обжались Много Казаков Поразгольнее Других И Поход Потянулись Стая Уток Еще Толпились На Болотах Наших Но Крапивянок Уже И Помине Не Было В степях Закраснело Скирды Хлеба То Сям То Там Словно Казацкие Шапки Пестрели По Полю Попадались По дороге Возы Наваленные Хворостом И Дровами Земля Сделалась Крепче И Местами Стало Прохватываться Морозом Уже И Снег Начал Сеяться С неба И Две Дерев Убрались И Нем Будто Заящим Мехом Вот Уже В ясный Морозный День Красногродый Снегирь Словно Щеголеватый Польский Шляхтич Прогуливался По снеговым Кучам Вытаскивая Зерно И Дети Огромными Киями Гоняли По льду Деревянные Кубари Между Тем Как Отцы Их Спокойно Вылеживались На печке Выходя По временам Зажженную Люльку В зубах Ругнуть Добрым Порядком Православный Морозец Или Проветриться И промолотить В синях Залежалый Хлеб Наконец Снега Стали Тать И Щука Хвостом Лен Расколотила А Петров Все тот Ж И чем Далее Тем Еще Суруле Как Будто Прикованный Сидит Посреди Хаты Поставив Себе Как многие Мешки С золотом Одичал Оброс Волосами Стал Страшен И все Думает Об одном Все Селится Припомнить Что-то И сердится И злится Что не может Вспомнить Часто Дико Поднимается С своего Места Поводит Руками Вперяет Во что-то Глаза Свои Как будто Хочет Уловить Его Губы Шевелятся Будто Хотят Произнесть Какое-то Давно Забытое Слово И неподвижно Останавливаются Бешенство Овладевает Им Как Полоумный Грызет И кусает Себе Руки И в досаде Рвет Клоками Волоса Пока Место Тихну Не упадет Будто В забытии И после Слова Принимается Припоминать И снова Бешенство И снова Мука Что это За напасть Божия Жизнь Не в жизнь Стала Бидорки Страшно Ей было Оставаться Сперва Одной В хате Да после Свыкнулась Бедняжка Со своим Горем Но прежней Пидорки Уже Узнать Нельзя Было Ни румянца Ни усмешки Изныло Исчахло Выплакалось Ясные Очи Раз Как-то Как-то Уже Видно Жарился Над ней Кто-то Посоветовал Идти Колдунье Жившей В Недвежьем Обраде Про Которую Ходила Слава Что умеет Лечить Все На свете Болезни Решилось Попробовать Последнее Средство Слово Заслова Уговорила Старуху Идти С собою Это Было Вечеру Как раз Накануне Купала Петров Беспамятстве Лежал На лавке И не Примечал Вовсе Новой Гостью Как Вот Мало По-мало Стал Приподниматься И всматриваться Вдруг Весь Задрожал Как на Плате Волосы Поднялись Горой И он Засмеялся Таким Хохотом Что Страх Врезался В сердце Пидорки Вспомнил Вспомнил Закричал Он Страшным Веселе И Размахнувши Топор Пустил Ным Со всей силы В старуху Топор На два вершка Бежал В дубовую Дверь Старуха Пропала И дитя Лиц Семи В белой Рубашке С накрытой Головой Стала Посреди Хаты Простыня Слетела И Вась Закричала Пидорка И бросилась К нему Но Привидение Все С ног До головы Покрылось Кровью И осветило Всю хату Красным Цветом В испуге Выбежала Она В сене Но Опомнившись Немного Хотела Было Помочь Ему Напрасно В дверь Захлопнулась За ней Так крепко Что не под силу Было Отпереть Сбежались Люди Принялись Стучать Высадили Дверь Хоть бы Душа Одна Вся хата Полна Дыма И посредине Только Где стоял Петрусь Куча Пеплу От которого Местами Поднимался Еще пар Кинулись К мешкам Одни Битые Черепки Лежали Вместо Червонцев Выпуща Глаза И разинув Рты Не смея Пошевелить Усом Стояли Казаки Будто Вкопанные В землю Такой Страх Навело На них Это Диво Что Было Далее Не Вспомню Пидорка Дала Обет Идти На Богомолие Собрала Оставшееся После Отца Имущество И Через Несколько Дней Ее Точно Уже Не Было На Селе Куда Ушла Никто Не Мог Сказать Услужливые Сорухи Отправили Ее Было Уже Туда Куда И Петро Потащился Но Приехавший Из Киева Казак Рассказал Что Видел В Лавре Монахиню Всю Высохшую Как скелет И Беспрестанно Молящуюся В которой Земляки По всем Приметам Узнали Пидорку Что Будто Еще Никто Не Слыхал От Нее Ни Одного Слова Что Пришла На Пешком И Принесла Кладкой Коней Божьей Матери Иссвеченной Такими Яркими Камнями Что Все Зажмуривались Для Его Глядя Позвольте Этим Еще Не Все Кончилось В тот Самый День Когда Лукавый Припрятал К себе Петруся Показался Снова Боссовреннику Только Все Бегом От Него Узнали Что Это За Птица Никто Другой Как Сатана Принявший Человеческий Образ Для Того Чтобы Отрывать Клады А Как Клады Не Даются Нечистым Рукам Так Вот Он И Приманивает К Себе Молодцом Того же Году Все Побросали Землянки Свои И Перебрались В Село Но И Там Однако Не Было Покою От Проклятого Басоврюка Тетка Покойного Деда Говорила Что Именно Злился Он Более Всего На Нее За То Что Оставила Прежний Шинок По Апашнянской Дороге И Всеми Силами Старался Выместить Все На Ней Раз Старшины Села Собрались Шинок И Как Говорится Беседовали По чинам Со Столом Посредине Которого Поставлен Был Грех Сказать Чтобы Малый Жареный Баран Колякали А Сем А То Было И Про Диковинки Разные И Про Чудо Вот И Померещилось Еще бы Ничего Если Одна А То Именно Всем Что Баран Поднял Голову Блудящие Глаза Его Ужили И Засветились И Миг Появившиеся Черные Щетинистые Усы Значительно Заморгали На Присутствующих Все Тотчас Узнали На Бараней Голове Рого Жоба Саврюка Тетка Деда Моего Даже Думала Уже Что Вот Вот Попросит Водки Честные Старшины За Шапки Да Скорее Восвояси Другой Раз Сам Церковный Старост Любивший По Временам Раздобаривать Глаз На Глаз Дедовскую Чаркой Не Успел Еще Раза Черт С тобою Давай Креститься А тут С половиной Его Тоже Дива Только Что Начала Она Замешивать Тесто В Огромной Диже Вдруг Диже Выпрыгнула Стой Стой Куды Подбоченившись Важно Пустилась В присядку По всей Хате Смейтесь Однако Ж Не до Смеха Было Нашим Дедом И Даром Что Отец Афанасий Ходил По Всему Селу Со Всем Улицам А все Еще Тетка Покойного Деда Долго Жаловалась Что Кто-то Как Только Вечер Стучит В крышу И Царапается По Спине Да Чего Вот Теперь На Этом Самом Месте Где Стоит Село Наше Кажись Все Спокойно А ведь Еще Не так Давно Еще Покойный Отец Мой Я Запомню Как Мимо Развалившегося Шинка Который Нечистое Племя Человеку Пройти Нельзя Было Из Закоптевшей Трубы Столбом Валил Дым И Поднявшись Высоко Так что Посмотреть Шапка Валилась Рассыпался Горячими Угольями По Всей Степи И Черт Нечего Бы Вспомнить Его Собачего Сына Так Всхлипывал Жалобно В своей Конуре Что Испуганные Гайвороны Стаями Поднимались Из Ближнего Дубового Леса И Метались По Небу